Сегодня я в очень необычной для себя роли здесь, потому что я очень редко говорю о том, чтобы достигать цели устойчивого развития. Наверное, это одно из немногих выступлений, которое связано именно с корпоративной социальной ответственностью. Я чаще, наверное, об образовании говорю в этом ключе, но сегодня, на удивление, есть темы для того, что можно обсудить. И я очень рад тому, что передо мной есть замечательные спикеры, которые выступали до меня. И год назад, кстати, совсем скоро у нас будет очередное день рождения Европейской бизнес-ассоциации, я в составе президиума говорил о том, какое будущее мы видим у бизнеса через 5 лет. Я говорил о тотальной коллаборации, что мелкий бизнес будет работать с крупным бизнесом, что небольшие компании будут работать с государственным сектором. Это будет микс технологий, это будет микс возможностей, это будет микс взаимодействий и тотальная коллаборация. Сейчас мы можем видеть уже следствия тех изменений, которые произошли за буквально год. Да, мы работали раньше с крупным бизнесом, наша задача это внедрение инновационной технологии. Мы не позиционируем себя, как компания занимается, которая только дронами. Мы занимаемся робототехникой и применением робототехники в промышленном секторе. Если мы раньше просто работали с компаниями, выставокали в роли поставщика различных технологических решений, мы помогали действительно обнаруживать какие-то проблемы с точки зрения эффективности бизнес-процессов и экономили ресурсы различных предприятий, то за последний год мы четко поняли, что нам на самом деле по пути с нашими клиентами. И я благодарен компании Титак в офисе, который мы находимся сейчас, потому что мы одними из первых с ними подписали меморандум о сотрудничестве, где все новые технологии будут тестироваться непосредственно с этим предприятием в первую очередь. Это следствие той фразы, которая была произнесена на сцене у европейской бизнес-социации. За этот год произошло много. И Метинвест более активно начала работать в этом направлении. И множество сельскохозяйственных, агрохимических компаний проявляют свою активность. И точно так же мы видим повышение активности различных энергетических компаний, которые тоже существуют. Чего таить? В прошлом году у нас был замечательный проект, который начался. В этом году он активно наращивает темпы своего развития. Это проект по картированию теплосетей города Киева, Киев Теплоэнерго, который следят, чтобы мы не грели землю, чтобы коммуникации подземные тепловые были проложены эффективно. И в этом помогают дроны для того, чтобы не терять тепло. С другой стороны, мы находимся сейчас в офисе компании, которая занимается энергетикой. Это вертикально интегрированный холдинг, где одним из бизнесов является дистрибьюция электроэнергии. И в Украине унаследованы сети с достаточно плохим состоянием. Они обветшали. Необходимо следить за их состоянием, вовремя обновлять. И это можно тоже делать эффективно. И совсем недавно был презентован результат проекта, который курируют коллеги. Это применение дронов для регулярного мониторинга сетей энергоснабжения. Для того, чтобы уменьшить простой в случае аварий перед конечным потребителем. И в то же время для того, чтобы повысить эффективность работы людей. Я разделяю тот слайд, который был представлен до меня, в контексте того, что у нас падает численность населения. И таки да, действительно в Украине количество рабочей силы уменьшается. Но я сторонник той идеи, что мы должны избавиться от рутины. Люди не должны заниматься, наше трудоспособное население, оно не должно заниматься рутинными процессами. Если мы что-то можем аутсорсить для процессов автоматизации, если мы можем передать какую-то базовую техническую работу роботизированным системам, это нужно делать, а специализация людей должна на самом деле быть направлена на то, чтобы руководить этими процессами. Я вижу, что в направлении тех клиентов, с которыми мы работаем, все так и происходит. Они используют технологии для того, чтобы активно менять свои бизнес-процессы, работать более эффективно, тратить меньше ресурсов. И в итоге зарабатывать чуть-чуть больше. А в итоге заработанные деньги можно действительно инвестировать в развитие инфраструктуры, в возобновление старых каких-то уже извечавших элементов своих сетей и так далее. Но в любом случае это рождает у меня один вопрос. Достижение целей устойчивого развития – это следствие или это причина? На примере наших технологических проектов, на примере тех инновационных проектов, которые мы внедряем на различных предприятиях, я, честно говоря, сомневаюсь, что ответить. Иногда мы внедряем эти технологии для того, чтобы экономить деньги. А по факту мы получаем как следствие соблюдение одной из нескольких целей устойчивого развития. И здесь я хочу плавно перейти к тому топику, с которым меня представили. Мы на самом деле сильны не только в корпоративном сегменте, в контексте энергетики или добывающей промышленности. Наша основная сила – это сельское хозяйство. Мы на этом выросли. Пять лет назад, когда мы создавали наш бизнес, я вообще в поле ни разу не был, ни разу ногой. Но после того, как мы один из… по-моему, это был второй клиент, к которому мы приехали. После того, как мы просто вступили на поле, мы остались там на три года. Три года у нас практически других клиентов и не было, потому что сельское хозяйство в тендеме с технологиями дронов и инновациями – это просто какая-то взрывоопасная смесь получилась. Мы получили очень высокую конверсию по решениям, которые мы внедряем. И мы начали очень сильно углубляться. После этого уже мы начали работать с крупными бизнесами системно, такими как Metainvest Detect, FairExpo. И сейчас я могу сказать, что портфель наших клиентов весьма разношерстный, но у всех есть одна цель – это эффективность. В контексте сельскохозяйственного направления за последний год в Украине произошла одна маленькая, но очень сильная революция. Дело в том, что та технология, в которую я не верил несколько лет, она выстрелила. И это внесение средств защиты растений с воздуха при помощи дронов. Раньше я считал экономику этих процессов, и у меня получалось 30-35 долларов на гектар – это средняя стоимость внесения с помощью дронов, когда классическое опрыскивание с помощью самоходного опрыскивателя либо с помощью даже авиации варьировалось от 9 до 12 долларов. Ни один здравомыслящий аграрий в жизни не потратит больше денег в три раза на инновацию, которую он не понимает. Но в этом году из-за развития технологий, из-за того, что у нас изменилась амортизация топливных элементов, которые мы используем на дронах, из-за того, что изменилась сама стоимость дронов и их эффективность, снизилась аварийность, мы вышли на те же рыночные стоимости, и мы увидели, что происходит что-то неочевидное, непонятное. Спрос, который возник на рынке, он превышает все возможности нашего потенциала и даже наших конкурентов. Я могу сказать, что в Украине нет, наверное, ни одного производителя дронов-опрыскивателей, поэтому приведу в пример статистику, которая на текущий момент открыта, доступна и существует. Лидерство в применении дронов-опрыскивателей держит три страны. Это Китай, это Южная Корея, не Северная, Южная, и это Япония. Кто-то рассказывает, что там популярны эти технологии из-за специфической структуры полей. Это ярусные такие насаждения, где в принципе классической технике тяжело зайти. Но на самом деле в Китае те площади, которые опрыскиваются дронами, они похожи на украинские. Это поля среднего размера 150 гектар, и технологии дронов там уже вытесняют классическое опрыскивание. Технология дронов позволяет в первую очередь выполнять эффективное внесение средств защиты растений, очень точное, и оно не создает технологическую колью на самом поле. То есть таким образом экономится от 2 до 4,5% урожая. Но на самом деле магия, которая касается целеустойчивого развития, не здесь. Дроны эффективнее вносят средства защиты растений. Они вносят точно и с эффективностью ранцевого прескутителя. Представьте себе, что вы можете запустить человека, который очень точно внесет препарат на каждый квадратный метр вашего поля, и ни на метр его не внесет рядом или на соседнее поле, с шифта вообще не будет. Это значит, что вы выносите то количество гербицидов, которое вам нужно внести. Это значит, что вы не повреждаете ближайшие поля, и это значит, что пасечники, ну, наконец-то будут спокойны, потому что вы не наносите ущерб их пчелам, потому что вы работаете ночью, а ночью насекомые не летают. Это возможности дронов, которые есть, но тут, наверное, стоит поговорить о цифрах. В Китае существует два производителя. Есть всем известная компания DJ, кто знает? Отлично. Вы знаете компанию DJ, вы знаете компанию DJ. Это не самая большая компания. Есть еще одна компания, она называется Xago. Почему я ее сегодня вспоминаю? Потому что новости происходят прямо вот здесь и сейчас. Сегодня произошло историческое событие. Сегодня утром мне пришло сообщение, что в компанию Xag проинвестировали 181 миллион долларов, выкупив незначительный пакет акций. Инвестором стал SoftBank и инвестором стал Baidu. Это все равно, чтобы Google инвестировал в какой-то из проектов. Настолько масштабно мы видим эти инвестиции. Компания Xag на текущий момент обработала порядка 29 миллионов гектар своими дронами, а компания DJ дополнила их 13 миллионами своими дронами. Совокупно это 42 миллиона гектар, которые были опрысканы дронами по всей территории земного шара. Я здесь делал небольшую калькуляцию, и я вам скажу сейчас в тоннах, к чему это привело. Сейчас это привело к тому, что это внесение позволило сэкономить 21 150 тонн пестицидов. Это не только пестициды, это фунгициды, это различные микроудобрения и пестициды в том числе. Это огромная цифра, это огромное количество, 21 150 тонн. Это один из предварительных отчетов, и более того, эта цифра была опубликована в отчете, благодаря которому, я не помню какую номинацию, но по Reuters, по-моему, компания Xag заняла это осенью, в октябре. Это количество тонн сэкономленных средств защиты растений, которые в итоге не вылились нам в продукцию. То есть мы получили более органическое производство, и Украина имеет шансы получить тот же самый эффект, сэкономив на средства защиты растений, которые денег стоят, и в итоге наша продукция будет более экологичной. На самом деле это не один из, это не тот показатель, который мне нравится. Когда мы говорим о том, что делает дрон, на самом деле, дрон использует технологию ультрамалообъемного внесения. Это когда действующее вещество, которое вам нужно распылить на одном гектаре, допустим, полкилограмма какой-то ядовитой смеси, растворяется не в 250 литрах воды, как при классическом опрыскивании, а в 10-12 литрах вы не тратите 250 литров воды на такое распыление. Вы экономите воду, вода это ресурс. В нашей стране мы привыкли, что она денег не стоит, но нет, она стоит денег, особенно когда климат меняется, у нас становится более высушливый климат. Вода, которая входит в землю вместе со средствами защиты растений, нам пользы много не дает, это не полив, это не дождь. Вода, наоборот, уносит средства защиты растений в нижние слои почвы, и они в итоге не усваиваются растениями, они окисляют грунт, нам необходимо потом работать с различными препаратами для того, чтобы восстановить кислотность почвы. Использование воды – это один из ключевых элементов, который мы сейчас ломаем в стереотипе современного агария, и мы говорим ему, что использовать такое количество центнеров воды на гектар уже не нужно, время другое. И сейчас мы видим, что эффект есть. В этом году несколько крупных предприятий, таких как Кернелл, таких как МХП, Астарта, они уже выпустили на тендеры ряд своих площадей для проведения диссикации с помощью дронов, именно с помощью дронов. Диссикация – это внесение средств защиты растений, которые высушивают зерно перед сбором урожая, прошу прощения. И это уже свидетельствует о том, что технология принята крупными холдингами, и сейчас массово внедряется на небольшие фермерские хозяйства. И в прогнозе 5 лет мы видим, что количество дронов в Украине будет от 4 до 5 тысяч. Это те аппараты, которые позволят работать на рынке Украины. Более того, это 4-5 тысяч специалистов, которые будут этими дронами управлять. Это молодой персонал, который будет работать в регионах. Это тот персонал, который будет работать в селах и обрабатывать поля рядом с собой. И я вижу в этом огромную перспективу. И я не знаю, это причина или следствие. Мне кажется, что если мы в итоге стремимся сделать нашу экономику более эффективной, если мы хотим тратить наши ресурсы более эффективно, то цель устойчивого развития мы все-таки достигнем. Хотим мы того или нет. Я прошу прощения, цифру по воде сейчас скажу. В мире дроны сэкономили 8 миллионов 460 тысяч тонн. Есть определенный процент эффективности. То есть дрон позволяет повысить эффективность средств защиты растения от 30 до 50% за счет точечного внесения. То есть это не сравнение того, что вы выглядели в прошлом, но в классе будет с дронами меньше. Это сравнение нормы. Препараты вносятся с той же эффективностью, но с меньшей нормой. Можно ли, пожалуйста, есть вопрос? Скажите, пожалуйста, сколько у вас времени прошло от знамиры эту идею до того классного результата, который вы имеете? И почему вы на этапе знамиры не залишили эту идею, не перешли до чего-то другого, а все-таки довели до этого результата? Впервые я столкнулся с технологиями дронов-выпрыскивателей 4 года назад. Год назад все поменялось. Что поменялось? Экономика. Я взял калькулятор заново, я пересчитал новую вводную. Это повышенная эффективность работы дронов, это снижение амортизационных расходов. И для меня на самом деле ключевым является экономика. То есть я должен понимать, что стоимость использования не на гектар такая же, как с помощью другого инструментария. А дальше мы уже начинаем поискать другими плюсами. Моя задача не сделать продукт дешевле, моя задача не сделать сервис дешевле, моя задача сделать его эффективнее. И когда я это вижу, но здесь произошло что-то вообще из кардинально, это кардинально другая реальность получилась. Это получилось не просто эффективнее, это получилось в разы более рентабельным. Там возврат инвестиций на уровне 3% от урожая идет. Именно по применению дронов-опрескивателей. В Китае 50 до 50% стоимости технологий компенсируется за счет государства. Это пример того, как ценится эта технология. Это произошло год назад в моих глазах. Сейчас ровно год прошел, и действительно в Украине появился флот дронов, который самый большой в Европе. И если мы говорим о рынке дронов-опрескивателей Европы, то есть Украина, это как приватбанк и другие банки. Есть Украина, есть другие рынки. На текущий момент, если мы говорим о опрескивателях, это порядка 110 единиц. В следующем году их будет уже 250. Это только всего их больше. Я их не считаю, потому что их в других местах еще чуть-чуть больше, чем у нас. Если мы говорим только о дронах-опрескивателях, то здесь есть просто перевес в сторону Украины. И есть не только мы, есть наши клиенты и так далее. И да, и есть нюансы. Нюансы, о которых я предпочитаю не говорить, но суть в том, что мы все равно используем электроэнергию. А для того, чтобы получить эту электроэнергию в поле, к сожалению, наши коллеги еще зарядку в каждом поле не поставили. Нам приходится использовать бензинный генератор. У нас получается гибридная система работы. И в итоге мы все равно тратим топливо. Возможно, в других количествах. Что? Я не могу сравнить. У меня нет в этой статистике. То есть сколько топлива мы тратим на гектар. Я сейчас не говорю о этих цифрах. Однозначно не больше. Но меньше и на сколько, я не могу сказать. С рядом ассоциаций мы сейчас работаем над компенсацией 30% всех стоимости граммов. Я думаю, что в ближайшие два месяца мы выпустим первый релиз. Это будет, скорее всего, ассоциация садов Украины. Как-то так она называется. Я так понимаю, вы заточили, да, в окрасный сектор. Вы там увидели сейчас для себя нишу и с ними идете, да? Нет. На самом деле я сейчас говорю о 25% нашего бизнеса. То есть то, что мы сейчас обсуждаем, это 25%. У нас есть другие направления, которые выражены в энергетике, добывающей промышленности. Там достаточно количества работ. Но с точки зрения эффекта и соответствия целям устойчивого развития, мне кажется, здесь самое большое влияние. Да, ну понятно, вы попали как раз в эту эру синергии с ними пошли 100%. А скажите, второй вопрос. А работаете ли вы с сектором в сфере безопасности со света? Что имеется в виду безопасность? Ну, сейчас у нас децентрализация. Многие получили доступ к деньгам. И многие ребята, там, ну, имеется в виду представители громад, идут в направлении, как, если смарт-сити, да, вот такую же тему делают везде. Сейчас такая щаскаривая история. И, ну, дрон можно использовать как инструмент для безопасности. Да, нет, что-то случилось. Не полицейские выезжают куда-то, все, но дрон взлетел, прилетел, так и так далее. Все это уже, как бы, уже внедряют. Я хотел узнать, вы участвовали в этих проектах? На самом деле есть особенность в том, что я считаю, что дрон – это просто никому не нужная железка. Она поднимается в воздух, и, если честно, если нету какой-то цели, это просто игрушка. То есть она не выполняет никакую интересную задачу. С точки зрения объединенных территориальных общин у нас есть направление, где мы используем ряд технологий, где дрон является лишь частью этих технологий. И это управление земельными банками этих территориальных общин. У нас есть GIS-сервера, которые мы используем. Мы также предоставляем сервисы спутникума мониторинга для наших клиентов. И дроны являются сопутствующим инструментом, который позволяет выполнять точные обмерные работы для того, чтобы коллеги могли актуализировать информацию об используемых имущественных ресурсах, которых им передали. Ну, условно. Дроны – это качественный инструмент для обмерных работ. И здесь мы очень плотно работаем с этим новым рынком в контексте обновления генпланов, в контексте всевозможных обмеров, в контексте использования дронов для боевого учета и учета земельного банка как такового. На самом деле здесь можно говорить очень много. Это действительно применяется. Сейчас в Украине есть норма. Каждый населенный пункт должен обновлять информацию о своем генплане раз в 4 года по букве закона. На текущий момент ни одно обновление населенного пункта в Украине без участия дронов не происходит. То есть даже у катастроя есть с помощью дронов? Да, они в том числе это делают с помощью дронов. У них есть авиационная техника, у них есть дроны. И дроны на текущий момент выполняют основную часть работы. В тендерной документации или в отчетной документации иногда об этом не пишут, потому что у нас несовершеннолетное законодательство. И аэрофотосъемка является лицензируемым типом деятельности. И когда мы говорим об использовании материала после аэрофотосъемки, могут иногда запросить проверку в службе секретности на Рыбайском, здесь полуострове и так далее. Поэтому вся полученная топосъемка с помощью дронов на самом деле называется работой, выполненной ногами или руками. Маркшейдером, который просто вышел в поле, в натуре и отснял все с помощью нивелиров. Абсолютно верно. А еще есть один лайфхак. Они иногда называют это субпиксельной детализацией с помощью нейросетей спутниковых снимков. То есть они как будто покупают 35-50 метровые спутниковые снимки, потом их детализируют с помощью умных нейросетей, чтобы увидеть даже 1-сантиметровые какие-то элементы реев. Это шутка. Ну то есть это не шутка. Точнее, это, к сожалению, это не шутка. Он размером с этот стол, на нем размещается бак, в который помещается до 20 литров жидкости. И такие дроны могут работать стами. То есть подъезжает к полю одна машина, из нее выгружается 5 таких дронов, один оператор нажимает одну кнопку, он ими не управляет. Они сами между собой распределили маршруты и за несколько часов закрыли это поле. И мне еще один вопрос. Службы безопасности и они вообще даже не в курсе, но я на то, что вы летаете по полям. Были такие случаи, когда вас глушили? У нас были случаи, когда СБУ приезжала на поля. Были случаи, когда приезжали пограничники. Были случаи, когда приезжали военные. Смотря кто рядом, да. И смотря кто получил информацию, что кто-то летает. Работаем. На самом деле секрет в том, что у нас существует правовое поле уже, технологии нужно использовать, нужно использовать корректно. Есть определенные процедуры и уведомительные процедуры в том числе, чтобы те, кто приезжал, уже знали, кому они приезжают. Они все равно приедут. Но они просто увидят, что это использование технологий с минимальными рисками для вопросов безопасности. и все на самом деле будет в порядке. А есть экономическая доценность для маленьких кадровых вырубников с маленькими красивыми площадками, чтобы какие-то низшие культуры использовались? Потому что все, как я понимаю, это выгодно, когда вы везете целую машину, заезжаете. Давайте так. Я готов сейчас посчитать. Вы знаете еще математику. Давайте посчитаем вместе. Представим себе, что у нас есть одно поле. Размером 150 гектар. Только услуги. В таком случае только услуги. На самом деле, я почему сейчас взял телефон в руки, потому что у нас в этом году были клиенты, которые отбили оборудование за раз на 300 гектарах. За раз. Купив, ладно. Да. Покупку своего. Мы на самом деле, я не люблю говорить слово, мы продаем дроны, оказываем услуги, мы на самом деле внедряем технологии. То есть в зависимости от типа клиента, мы предлагаем то, что ему нужно. Либо с помощью своих сил, либо с помощью наших сервисов. Но слово интегратор я тоже не люблю в нашей стране, потому что оно там испорчено, репутационно. У нас есть и дистрибьюция, и сервисная, или чего только нет, и свои арендецентры, и инженерный отдел. Но смысл в том, что наша задача под ключ решить проблему. И не просто поставить оборудование так, чтобы выстроить вертикальную интеграцию, чтобы служба безопасности, внутренние какие-то процессы работали, зная о том, что дроны есть на предприятии. Но экономика, она складывается даже в 3-100 гектарах. Это если собственник. Спасибо.